Всем добрый день! Весь из Харинавы. У нас еще не все подъехали, мы первые ласточки. Весь из Харинавы. У нас еще не все подъехали, мы первые ласточки. Мы находимся в городе Чей-Повец. Ну что, гнездо ласточек становится шире. На святое имя летят все. Музыка Музыка Хороший Алексей. Очень хорошо, можете подтанцовывать. Если есть еще какой-нибудь инструмент нам подыграть, мы будем не против. Музыка 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 Мы просто болимся, а все остальное уже приходит к ним. У нас сегодня заморозки. Вещали, по-моему, до минес 15-ти. Так что весьма аскетичная температура. Но если танцоры будут танцевать и музыканты играть, то я думаю, мы справимся. Дмитрий, у нас просто команда ездит на разных машинах. И вот сколько в одну машинку залезло, успели собраться преданных, те приехали и начали уже хренаму. Остальные подъезжают и усиливают экстаз. Не, ну тут дело не в том, что руки мерзнут. Это... Я тут сейчас просто настраивала штатив немножечко, крутила его. Я его по привычке выкатила как в помещении полный. А потом поняла, что это не совсем удобно, непрактично, тем более камера будет трястись в руках. Я его сейчас укоротила, чтобы меньше было тряски и вам удобнее было смотреть. Ну почему нет танцующих? У нас вон есть первая ласточка танцующая, наша Катрин. Она сейчас пока вот за всех у нас трудится. Важно кому-то одному начать. Как только зазлучит святое имя, появятся все остальные. То есть, если вот преданные по какой-то причине вдруг не оказались все рядом, то мы все соединены в звуке. Это просто наша такая вот функция ума, думать, что мы все разделенные, но стоит нам вот произнести имя там друг друга и еще что-то. Вот, смотрите. Я только говорю, что мы соединены звуком и подъезжает каравелла с носим хашилограммом. То есть, все правильно. Я не ошиблась. Видите, даже, конечно, все так устроил, что подтверждено. Дмитрий, простите, мы ничего не употребляем. Мы за здоровый образ жизни. И у нас даже чай без кофеина, поэтому я думаю, вы не про нас. Да, вот, видите, все подъехали, потому что мы вечно соединены в звуке. И пока, вот, нам нашим хашилограмм сегодня утром в трансляции говорил, пока мы выполняем наставления, то есть, мы все равно связаны с тем, кто вот, вот, например, с гуру мы связаны. Вот, бессим хашилограмм у нас ведущий харинамы. Пока мы слушаем его наставления и их выполняем, мы с ним связаны тоже. Сразу и не скажешь? Ну, да, потому что, на самом деле, знаете, вегетарианцы раньше были люди, вот, борцы, очень такие сильные личности. Они питались одними бобами, соком какого-то растения, и при этом могли поднимать скалы. Это просто... У нас сейчас такая культура развилась, что мы неправильно понимаем все это, очень искаженно, потому что, ну, сейчас все очень разбалованы разными вкусами, вещами дурными и хорошими. А мы, естественно, зожники, потому что у нас культура такая, она очень возвышенная, и там не допускаются всякие вредные продукты, которые могли бы как-то дурно влиять на сознание. Потому что, чтобы молиться и воспринимать духовную науку, обязательно нужно иметь очень чистое сознание, а оно зависит от питания. Поэтому, если вы хотите себе хорошее сознание, которое будет разумное, и вы будете думать о хорошем, нужно начать с питанием. Мы проживаем. Вот сейчас мы выступаем в Щаиповце, но здесь команда со всей России ездит. Здесь Шарья есть, есть Чаиповец, есть Москва, Санкт-Петербург. Паспорта? Мой паспорт лично у меня в сумке лежит, знаете? И никто у меня еще не попробовал его забрать. Я бы посмотрела на того человека, кто бы попытался забрать мой паспорт без моего ведома. Здесь все очень свободно и добровольно это делают, потому что мы просто любим то, чем мы занимаемся. Мы радуем людей, нам всегда шлют огромные благодарности. Все очень радуются. У нас есть даже люди, которые нам помогают с машинами, помогают просто с жильем иногда бывает, когда мы приезжаем в другой город. У нас очень много, у нас есть даже люди, которые просто посмотреть трансляции, приглашать нас в гости. Себя показывать? А православные? Мы очень уважаем Иисуса, мы считаем его духовным учителем, который принес очень большую духовную науку. Но, к сожалению, он был немного недоценен теми людьми, которые ему встретились, когда он проповедовал. И его из-за этого распяли. То есть мы считаем, что, конечно, нужно очень хорошо учиться, чтобы действительно относиться к своему духовному учителю уважительно, а не считать его простым человеком и после этого взять и распять. Вот правда, то есть мы очень уважаем Иисуса и считаем, что люди должны действительно глубже познавать Бога, чтобы понять, что есть почтение, есть уважение. И на нас иногда, конечно, да, все посмеются и так странно поглядывают, но они просто даже не понимают, насколько это богатая культура и насколько она спасает от проблем людей. Мы носим канцемалы из священного деревца Туласи. Оно отгоняет всякие негативные тонкие сущности, при этом оно еще помогает продвижению в духовной сфере. Мы носим канцемалы, то есть вот из этого священного деревца. Себя показывать, к сожалению, у меня нет такой возможности. Моя самая главная задача показать танцоров и музыкантов. Это не самое важное занятие, стоять и самолюбованием заниматься. Знаете, как был фильм такой интересный? Одри Хербан там играла про монахиню. И однажды, когда она вот переходила в более такие серьезные, поднималась по духовной там вот этой всей системе, ей однажды сказали, что нужно вот бить себя скалкой десять раз в день и одеваться без зеркал. Я вот помню, я сидела, так я думаю, как это здесь без зеркала, то есть вообще не глядя на себя, то есть не занимаясь самолюбованием, то есть они вот настолько отрекаются там, когда при монастыре живут. И они не смотрят на себя. Ой, у нас тут, на самом деле, Дмитрий, целая команда, которая занимается трансляциями, мы дежурим по очереди, поэтому сказать, кто вчера был. Вчера у нас была Татьяна, прекрасная танцовщица, она сейчас где-то еще едет. По поводу вопроса крещения, ну, конечно, если мои родители сами крещеные, то я при рождении была крещеной. Ну, я, например, не согласна с той традицией, что маленький там младенец, который только родился пару месяцев от роду, там, батюшка Когор в рот наливает, то есть вот я, например, была бы с этим не согласна, то есть мои родители согласились, что освещенное вино можно наливать младенцу в рот. Ведь это большое осквернение, и тело младенца, оно не приспособлено для этого, это большой для него яд. Как бы его не освещали, то есть оно должно быть, это должен быть виноградный сок какой-нибудь натуральный, но явно не сброженное спиртовое вещество. Да, Когор в рот, то есть вот при крещении мне давали Когор, то есть мне было 3 или 4 месяца, и с ложки меня поили Когором. Понимаете, то есть, ну, вы не знаете, но у нас вот такой батюшка нам достался при крещении, поэтому я была лично поражена, когда мне рассказали, что пару месяцев, да, то есть при рождении ребенка вот без его воли, то есть как бы берут и вот за него решают, ему вообще нужно такое или нет. Здесь традиция, она позволяет спокойно решать, то есть вы отказываетесь от кофеина, вы отказываетесь от мяса, и при этом чувствуете себя здоровее и выносливее, поэтому наши танцоры могут в мороз танцевать по 4 часа, и при этом они будут чувствовать себя прекрасно, и еще даже не замерзнут. Потому что они находятся на сбалансированном питании, и оно здоровое, оно не вредит организму, и он медленнее изнашивается по сомнению с традиционным питанием. Спасибо вам, Алексей, вы, знаешь, просто такая группа поддержки здесь, это знаете, как в Америке есть эта группа поддержки у футболистов, вот такие девчонки с помпонами, а вы у нас тут помпоном такой-то с комментариями машете, вообще спасибо большое. Квартиры, машины и дачи, знаете, мы никому ничего не отдаем, но есть такие люди, которые уже там в этом движении 40-50 лет, они когда начинают чувствовать, что вот скоро придет их час, они просто отдают там, ну там, что у них осталось, у кого-то дачка осталась, у кого-то там, может, квартира, но они отдают это, чтобы построить храм, или еще для каких-то таких нужд. Они хотят быть полезными даже в момент своей смерти, понимаете, это настолько глубокое сознание, что сложно сказать, что это какой-то фанатизм или что-то, это люди вот настолько любят других, они желают отдавать до последнего, а не стоять и думать, ой, там, пусть останется, или сгниет, то есть, ведь сколько человек умирает у себя в квартире, и это потом просто отдают. Продают, ну, по поводу продаж, если человек написал завещание официальное и передал квартиру, он отдают как бы распоряжаться. Не, ну, если у человека есть родственники, то, конечно, он отдаёт, ну, если родственники, правда, в этом нуждаются, они отдают родственникам. Это нормально, ну, сначала позаботиться о семье, но если у кого-то нет родственников, есть такие ситуации, когда вот родственников нету, или они живут за границей, например, у меня вот есть женщина, была женщина, которая, ну, вот, она умирала, то есть, дома, и у неё дочка живёт в Америке, причём она там живёт как под политическим прибежищем, и поэтому она не может выехать, например, в Россию, то есть, и эта квартира ей вообще ни к чему. И тогда вот она вот отдаёт, например, её там храму, а храм там берёт, продаёт, да, и действительно потом расстраивает помещение, улучшает что-то там. Ярослав, то есть, вы не клоуны в цирке, мы здесь заняты духовной наукой, высшей культурой. Если вы хотите в цирк, то билеты, наверное, уже продаются. Выглядит, что именно ненормальный Дмитрий? Есть великие святые, даже в христианстве есть они в исламе, которые могут делать очень возвышенные вещи. Я вам могу сейчас историю рассказать. Однажды к человеку пришли такие люди, которые стали спрашивать, как ты стал таким вот великим учителем, у тебя сейчас толпа поклонников, они все ходят, тебе что-то жертвуют, ты там живёшь вот богато прям, как ты стал таким? И он рассказывает, однажды я шёл по улице и увидел монету на дороге, я её подобрал, пошёл дальше. Думал, я уже три дня ничего не ел, я подумал, что нужно купить себе лепёшку и немного там чаю, пойду согреюсь, попью, и мне немножко легче станет, и пока не менее у меня появятся силы. Но на самом деле он шёл дальше, и случилась такая проблема, он увидел свёрток на дороге, такой, лежащий в куче мусора. Он такой удивился, ну, потому что, почему этот свёрток привлёк его внимание? Развернул его, а там написано слово Аллаха, а он действительно молится Аллаху каждый день. И он такой, господи, почему, почему твоё имя лежит в грязи? И он его поднял, взял монету единственную, которая у него была, купил самое дорогое, ну, на эту монету он купил самое лучшее благовоние, которое было, вот, ароматическое масло. И взял этот свёрток, положил прямо в масло, пропитал и повесил на самое высокое место, там, возле какой-то пещеры. И ночью он увидел сон, он ведь остался-то голодный, он так и не поел, не попил, лёг спать. Ночью он увидел сон и услышал голос, «Так же, как ты возвысил моё имя, я возвышу твоё». И он говорит, с тех пор стали приходить люди, что-то приносить, отдавать, стали помогать. Я ничего не делал, я просто продолжаю молиться Аллаху, я ничего не сделал особенного. Но Бог посчитал мою вот эту монету, вот эту мою жертву, вот, чем-то-то настолько высоким, что он дал мне всё. И, знаете, таких примеров, много в христианстве, много в мусульманстве, это вообще ни от чего не зависит. Дарение квартиры – это, ну, не такая самая высокая вещь, которую можно сделать. Кто-то не покупает себе квартиру, а просто строит храм на эти деньги. То есть на сумму, которую можно было купить квартиру, люди строят храмы. Потому что они понимают, что это понадобится миллионам людей, в отличие от того, что в квартире будет жить 4-5 человек. Родственники и семья должны быть под защитой, но здесь нужно подходить разумно. Кто-то может подойти к этому фанатично. Но мы опять же говорим, кто насколько изучил духовную науку. Если вы не изучаете духовную науку настолько глубоко, что вы бросаете семью, вы там не обращаете внимания на их нужды, пережимаете их, вот тогда проблемы начнутся. А если вы заботитесь о семье, насколько это возможно в ваших силах, и при этом вы ещё служите Богу, то проблемы в вашей жизни и не должно быть. Они возникают только, когда вы что-то неправильно поняли. Как правило, со временем семья у людей хорошо относится уже к духовной науке и занятиям своего члена семьи, что он занят молитвой. Такое не у всех бывает. Это зависит от нашей кармы, нашей судьбы, вот с прошлых жизней. Если у нас, вот, например, у меня отец ушёл, мне было 5 лет, и если у меня с ним тяжёлые отношения, то, знаете, сколько бы я ни молилась, ну, человек не хочет со мной общаться, и эта карма может не исправиться, как один учитель сказал. И поэтому стоит это принять и просто продолжать молиться за него, желать ему всего хорошего и отпустить с миром. То есть даже если он не согласен меня признавать членом своей семьи и, там, чем-то мне помогать в этой жизни. Я просто тогда заботилась о тех членах семьи, которые позволяют о себе заботиться. О своей матери, дедушке, дяде, там, ещё как-то бабушкам звоню. То есть я не перегибаю в этом. Но если кто-то отказывается от отношений, то не нужно наседать. Даже Бог себя никому не навязывает. Это добровольное ваше отношение с ним. Пойдёмте слушать Кирка. Киркл. Киркл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хари Кришна, 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 Хари Кришна Рама, Рама, Хари, Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари. Хари Рама, 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 Хари. Маджи и Мила, они с вчерашнего дня начали. Если вы видели трансляцию, они там уже скакали вовсю. Это они сегодня продолжают. Надеюсь, что дойдут до того же веселого состояния, что я вчера. Они вообще подпрыгивали. Я не писала, почему, что диджей прыгает вместе с полом. А от их танцев я со штативом прыгнула просто вместе. Вот настолько святое имя Бога влияет на людей, что они настолько счастливы становятся, что они еще отпрыгивают и начинают их там играть веселую госбу. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Потому что они наполняются счастью Бога. От того, что они Его служат. И они становятся плодами. Они не требуют государства, пенсии. Или от семьи любви какой-то чрезмерной, какой-то такой больной. Прямо, что вот только мне и все. Они готовы сами заботиться и отдавать. Потому что Бог их наполнял. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. кришна обещать на кришна у нас вчера была в восторге если мы продолжим это будет еще в России становиться и радовать еще больше людей Алексей подтанцовка харимов а самое главное такой интересный танец его можно танцевать даже на самой маленькой кухне 2х2 а юноса не принесли большая часть ночевала прямо в храбе поэтому одессы не такие заряженные духовной энергией спасибо вам большое ну б д а до 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 Это общий труд Маджеры Милос. Они, видно, настолько вдохновились, зарядились, что прям синхрон начался. Сейчас все просто раскрывают свои сердца очень сильно на лекциях, в постседневной деятельности в туре. Что они вот прям начинают соединяться с своим сознанием как-то, что прям единством наступает вот это. Фото этой красоты. Мы постараемся что-нибудь с этим придумать. У нас сейчас Женечка на бренданке, поэтому не знаю, где взять фотографа. Малышка на бренданке, поэтому не знаю, где взять фотографа. Кришна, Кришна, Кришна. по-моему это все а не вижу машину еще Виктора Прабу сейчас посмотрим где она лошади стоят слушать все то время знаете это самые лучшие наши слушатели они просто послушно стоят и слушают они не кричат что у них куча дел да вот нету, да они рады, но видно они с Виктором в машине должно быть, потому что я их тоже не вижу пока да, машины нету да, блин, пока она будет не собиралась вот Нет, у нас были кто-то отъезжающие, но я вам сейчас не могу их в тех назвать, сейчас играю на велосипеде. Если больше, то повторяйте, а потом спрашивайте. Спасибо. Передаю вам ваши все добрые комментарии, пожелания. У нас уезжал я, вот помните, в начале, там Игорь уезжал. При нас, чьи и павцы, еще никто не уезжал, то есть никого не видела уезжающих, то есть мы никого не провожали. Просто ночевали же на квартирах, а мы с краба все. Учитель всегда здесь, не переживайте. Он в своих наставлениях. Вот с Хари Рамой. Даже просто. Субботер. Я знаю, что я люблю Владимир Прогиб, я просто говорю, я не знаю, кого я помню отъезда, да, то есть с кем мы прощались, хотели бы провожали. Сейчас можно сказать, что у нас тут на квартире ночевал, остальные были в храме. О, да, с утра Матача списывали, Тосим Пошелокрам сказал, что, наверное, Матача обидится и не поедет больше на Хари Раму, если второй день они не пойдут наряженные как следует. Поэтому он выделил время на сборы, а девочки расписались. Давайте для наших новых гостей расскажем, что в девочек на лицах есть такие росписи. Один называется Гопитоци. Также стоит Тилака. Вайшнавский знак. Он, как я вчера в книге читала, олицетворяет стены храма. И вот белая вот эта точечка к низу носа, она означает листик священного деевца Туласи. То есть это означает, что у предного в самой важной точке на лице там отмечен как храм Господа. И эта вот точка самая такая, межбровья, она и носовая часть, она закрывается. Мы произносим специальную мантру, которая защищает преданного. И она также, сейчас скажу, секундочку, соберу слова, она олицетворяет храм Господа. Господь сразу признает этого человека, что он ему предается. И уже следит за его судьбой, защищает его всячески. Поэтому, вчера читала историю такое интересное, даже бог смерти Ямараджа говорит, что остерегайтесь тех людей, у которых на лбу вот такая тилака. Вы не имеете права подходить к ним, наказывать их, забирать их там в другое какое-то место. Их судьбу решает только Господь, и поэтому никто не имеет права их касаться. Также это защищает от всяких злых духов, сглазов. Знаете, это сейчас у нас, вот есть модные всякие такие течения. Когда там бабушки ведут ли там нас сглазит, всеми любыми способами защищать. А достаточно просто отмотает такую тилуку. Также в районе всех нервных окончаний, вот на лобной части и щеке, там проходит очень много нервных окончаний. И это тоже закрывается вот такими красивыми гопи дотсами, которые не только делают красивое лицо, но еще и защищают, получается, все эти точки. Поэтому наши девочки всегда будут защищенные и красивые два в одном. Поэтому и Господь их замечает, что они ему служат. На самом деле это целая наука. Целая наука в одежде. Целая наука во внешнем виде. Мы соблюдаем очень высокий стандарт чистоты. Чистоты тела, чистоты речи, чистоты ума. Это очень даже интересно. Цыгане? Нет! Вы нас с цыганями перепутали. Цыгане сумки воруют, а мы нет. Мы вам еще и пирожков свеженьких дадим. Если цыгане любят отбирать, мы любим давать. Поэтому мы не цыгане. Музыка пока знаете мороз скушал ты немножко батарейку и сейчас power bank поставим на подзарядку чтобы вы оставались с нами в эфире всегда был вот у меня сигнала не было он наверное у вас был кстати снова харибол что означает море это имя господа его признают верховным а пола сонсейка означает повторять полу повторяйте святое имя бога харибола не волнуйтесь милочка мы вас возьмем собой не потеряем другие телефоны так чтобы тут на вооружении стояли полном вот там паровозик смотрите какой вот это стильно это индивидуальная вещь но есть такие вайшнавские специальные их носит браво на вайде такие в нашем климате неудобно носить футболно а вы уже хотите протестировать вайшнавское белье я думаю вам для этого лучше бы идет направиться покупайте билеты и отправляйтесь зажигать они сегодня в экстазе не а а а а а пришло пришло а и а а а а а а я просто пригласила человека в Индию поехать с там изучачать этот вопрос сソвтейцем – брау основе на 别 Я думаю, это не ко мне. Я просто скрую Матаджи. Учтем пожелания Матаджи идет. О, каруселька! Кого-то прокатили на снегу. Видели? Не, рэкет нас детей сует. Он бесполезен в этом мире. Это еще и ват можно закрепить. Просто и бесплатно. Тот, кто заставляет мучиться в этом мире других, он сам будет страдать. Просто в другой жизни. Не сразу может быть. А может, и сразу в этой. В зависимости от тяжести своего поступка. Бог Смерти Яма записывает в особую книгу все прикрешения человека. И он ничего не забудет в конце вашей жизни. Он просто вам, как хороший менеджер, вот на входе Макдональдса мы стоим, да? Вот как менеджер Макдональдса вам все обсчитает и скажет, в ваша касса номер пять, направляйтесь на армские планеты. Так как прикрещений у вас слишком много. Коробочка? Да, это если вы захотите нас поддержать, помочь нам в нашем нелегком труде, переезду, передвижении, выступлении, то тогда, пожалуйста, мы готовы принимать подарки. Именно на эти цели. Вы нам что-то хотите, Андрей, подарить? Да, да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы говорим о подарках. На дворе Новый год. Алексей, ты не переживайте, у нас таких гостей по 15 штук за трансляцию. Мы не беспокоимся насчет них. Это их невежество. Пусть оно с ними остается, если они так хотят считать. Субтитры делал DimaTorzok Да, такое шоу, как у нас по телевизору не покажут. Так что мы показываем всем. У нас всегда интересно, так еще и познавательно. Мы все работаем, Матвей. Андрей, я не думаю, что вам следует быть настолько рисковатым в отношении других. Ведь когда-то кто-то пособит так же квадрошлифа. Да, интересно, правда, Алла? Вы вот сейчас прям взлите в корень. Если человеку интересно, он просто внимания к себе пытается привлечь, как петрушка, знаете, которому любви не досталось. Я сейчас на танцоров гляжу, поэтому комментарии стараюсь генерировать насколько это возможно. Но мне кажется, что Алексей к вам грубости старается не появлять. Он просто нас поддерживает очень, с большим уважением. Улицы подлетать. Вон, у нас девчонки, видите, как пляшут? Уже улица очистилась. Раз в 15. Все, я ухожу. Тут сейчас у нас смена пашеского караула и модераторов. До скорой встречи. Значительная Харинамы, поэтому надо применять ее как особую милость. Сегодня хорошая погода, солнце-то растет, как в Малатуре. Доброго дня, дорогие друзья. Да, вот Вера в кадре. Сейчас будет вторая часть Харинамы. Уважаемые идущие по пути, все эти люди работают, каждый на своем поприще. Сегодня у нас выходной. Мы отдыхаем, поэтому мы встретились сегодня для того, чтобы провести Алексей. Харе Кришна, очень рада вас вновь видеть здесь онлайн. Милонька, дорогая моя, Харе Кришна. Джай, Джай. Сегодня последняя Харинама в нашем туре. И даже как в Ориндаване светит солнце. Нет, на рисовке Шалаграм сказала, как Майпуле. Харибол. Ой, спасибо вам за сердечки, дорогие мои. Мы вас очень любим. Харибол. Счастья вам всем и здоровья. Повторяйте Хариклично вместе с нами. И вы будете счастливы. Однозначно. Да, счастливы. Начинается наша вторая часть. Харинамы. Евгений, сегодня мы в Череповце. Сегодня морозненько. Нараздо морознее, чем вчера. Сейчас продолжится наша Харинама. Да, велосинеприя, маты же продлилась сейчас нектар своего общения. Итак, мы продолжаем, друзья. В этот прекрасный морозный день в Череповце. Девушки отдыхают. Череповце. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Потом мы едем в храм Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»